Хлеб, сок, огненок тушеный, лох, салат. Алексей Навлянский показывает сегодняшний сухпайок. Здесь, в палатке, в Петропавловском парке Ярославля, мужчина живет уже почти неделю. 40-летний Алексей – уроженец Ивановской области, но всю сознательную жизнь прожил с матерью на севере в частном доме в Ленском районе Архангельской области. Рассказывает, 8 месяцев назад мать умерла, и он решил отправиться автостопом на поиски родственников Иванова. Но так и не доехал. В Вологде зимой отморозил ступни. Их ампутировали. Там же потерял все документы. До Ярославля добрался случайно. Помогли добрые люди. Но, как говорит Алексей, обратно в Архангельск ему дороги нет. Потому что я там не выживу просто-напросто. Потому что там и дрова надо, все надо. Денег нет. Если бы пенсия была, еще более-менее можно бы там прожить было. Попросить там кого-то, соседей. А кто за бесплатный сейчас что делать будет? В Березовой роще Петропавловского парка днем довольно тихо и спокойно. Но, как рассказывает Алексей, который поселился здесь, неподалеку, на Полянке, ночью становится холодно и страшно. Молодежь гуляет и ходит. Страшновато. А у меня, тем более, еще травма головой была в 96-м году. Ну, там, у себя в Иванове. Мне трепанацию черепа делали. Помогают бездомному кто чем может. Под свою опеку Алексея взял настоятель храма Зосимы Савватия, протеерей Аркадий Гопоненко. Он и поселил бездомного в палатку. Каждый день по два раза приносит еду и сухую одежду. Священнослужитель говорит, Алексею помогает из-за милосердия. Сейчас подыскивает мужчине теплое место для ночлега. Как только Алексей получит крышу над головой, отец Аркадий обещает оформить документы и пенсию. После этого уже говорить о том, чтобы там протезы делать, потому что протезы, я уж не знаю, сколько они стоят, но протезы необходимы, ему очень сложно ходить. Протезы ступни имеются в виду. Либо через оформление инвалидности, либо и протезы тогда будут бесплатные, либо собрать деньги и купить эти протезы. Он сам ничего не требует, но видно, что помощь нужна ему. Поэтому, ну как иначе? Если я христианин, как я могу по-другому поступить? Сейчас бездомному инвалиду нужна и медицинская помощь. Раны на ногах начинают кровоточить. Но самая главная мечта у Алексея – все-таки добраться до Иванова и отыскать там родственников. Светлана Доброхотова, Георгий Иванов. День в событиях. Продолжение следует...